Здравствуйте, уважаемые зрители живого телевидения! Я, Эдуард Шульман, открываю апрельский свой хронотоп торжественным юбилейным поздравлением с двухсотлетием Николай Васильевич. Нетленко на злобу дня! Вы очень хорошо знаете, говорит Гоголь, что приставить нового чиновника, чтобы ограничить прежнего в воровстве, значит делать двух воров вместо одного, да и вообще. Система ограничения – самая мелочная система. Человека нельзя ограничить человеком. Нужно развязать каждому руки, а не связывать их. Живой Гоголь, он очень любил сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченный сделает рожу после таких слов. Думаете, он персонаж шинели, портной Петрович? Нет, собственной персоной Николай Васильевич укатали сивку. Среди вечных вопросов нашей литературы, что делать, кто виноват, есть и классическое восклицание. И какой же русской не любит быстрой езды? Ответ – тот, на котором ездят. Убыточная информация в ревизоре. Александр Македонский – великий полководец, «Но зачем же стулья ломать?» Следующая фраза не менее замечательная, однако не лезет в пословицу. От этого убыток казнее. Милицейские радости по Гоголю. «Поехал для порядка, а воротился пьян». М и Г. Общаются ли классики по небесному телеграфу? Бог весть. Ну вот мы читаем у Маяковского. «И кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо». А Гоголь? «Всё моё состояние – четыре пары белья». Или он же Гоголь. «Все случаи в жизни мне на пользу». Потому что никому и никогда не жалуется поэт. Наоборот, мне легче, чем всем. Я – Маяковский. Ботаника в Литинституте. На пафос без иронии толковал Шкловский. На голый и откровенный пафос не решается даже бабель. А Гоголь? Спросили мы. И он тоже. Виктор Борисович пригладил лысину. Как-никак оба на ей. И надавил голосом «Гогель», «Бабгель». Вечно зелёные растения. Аббревиатура. Бендер, как Хлестаков в ревизоре, требует гениального воплощения на театре или в кино. А Киса-Воробьянинов, как городничий, подвластен любому достаточно крупному и просто квалифицированному исполнителю. Воробьянинова, говорит Катаев, придумал я. Но Бендер исключительная заслуга соавторов. Гиб, гиб, ура! Где гиб? Попросту сокращение. Гоголь, Ильф, Петров. Продолжение в тот же день. Сегодня, 1 апреля, направляю вам копию своего письма герою России. Имя зачеркнуто. По поводу его выступления в нашей лагерной газете. Прошу ознакомиться с содержанием данной тетради и ответить на один единственный вопрос. Кто я? Формально, по личному делу, Секретарёв Игорь Иванович, фактически же Василевский. Фамилия Секретарёв получена мною при задержании, в связи с чем и ношу её до сих пор. Впрочем, вот как всё приключилось. Представьте себе молодого парня, которого в 14 лет коснулась блокада Ленинграда, в 17 осколок фашистской мины, да ещё кое-чего по мелочи, что ранит душу и не поддаётся излечению. И вот этот молодой парень в силу своего неугомонного характера и любви к родине под наспех вымышленной фамилией Жаров и с завышенным годом рождения уезжает на фронт, где бьёт и неплохо бьёт фашистов, отдельные части которых оказывают отчаянное сопротивление. Так, в одном из жарких боёв наш парень выводит из строя немецкую самоходку и на другой день раненый в руку занимает важный стратегический объект исправлено плацдарм, за что представляется к правительственной награде, которую не успевает получить ввиду срочной эвакуации в госпиталь, и которая по сей день хранится в архивах военного ведомства невручённых наград. Ну, чем, скажите, незаманчивый сюжет? Хоть право, снимай кино, а ведь тот парень зачёркнуто. В 1945 году из Кисловодского госпиталя прибыл я для дальнейшего прохождения службы в распоряжении пересыльного пункта города Новочеркасска. Отсюда рекомендован специальное училище Красной Армии, но в пути следования заболел и был отчислен от команды в военный госпиталь города Харькова. Там, пройдя курс лечения, зачёркнуто. Однако болезнь дала рецидив, и я очутился в затруднении, ибо снова лечь в госпиталь в моём транзитном состоянии нелегко. Так, после некоторых мытарств в одно распрекрасное утро проснулся я на вокзале города Ростова без документов и денег, которые, по-видимому, кто-то ловко стянул. Погулял я бесприютный юноша по Ростову и угодил в милицию. А волокли меня чуть ли не как шпиона. Пьяный проститель-следователь вращая глазами рычит. Знаем, какой ты ишь шапана фамилия. я стараюсь спокойно разъяснить, что такой метод работы зачёркнута. Секрет, говорю, военная тайна. Не скажу фамилия. Тут следователь не то с пьяну, не то с дуру, а, скорее всего, по обеим причинам зачёркнута. Следователь сходу занёс секрет. Орёв прилипло на утро, когда мой палец тиснули в какой-то графлённый лист и выгнали в шею, забывши вернуть часы, фронтовой подарок комбата. вставлено между строк. Меня, ну, признаться, не особенно поразило. Видел вещи и посмешнее, и покрасивее. Ну, что ж, думаю, делать? Вопрос решила милиция, а именно задержала вторично и предъявила обвинение лицо без определённого места жительства и занятий. О, старый знакомый, радостно восклицает следователь. Теперь, голубчик, от тюрьмы не уйдёшь. Продолжая дискутировать, хватаю чернильный прибор, но подоспевшие милиционеры заталкивают меня в подвальную камеру, где устраивают водную процедуру, сочёркнуто. и вот лежу я после того душа и философствую, а рядом какой-то чудак распорол себе брюхо стеклом, вынул кишки и перебирает, как фокусник в цирке. «Ты что, спрашиваю, делаешь?» Прокурору говорит, вызываю и давай их кишки свои накручивать на руку. Я, и не то могу. Сердце, говорит, могу вынуть и три месяца на воде жить. Ну, потеха. Закуривай, брат лихой. Не успели перекурить, снова тащат наверх. Смотрю, на столе у следователя чернильного прибора нет. Стратег, тактик. А сам покосился на увесистый пресс-папье. Ну, военная тайна. Давай закруглять. Врача, говорю, дайте. У меня температура под сорок. А вот, говорит, подписывай, там и врач будет. А чего, говорю, подписывать? А вот, говорит, что здесь написано. Пробежал вскользь по листочку, где я уже был не я, а какой-то тип без роду племени, да и прошался ломаной кривой. Черт с ним думает. Лишь бы врача дали. А там еще поглядим. Так, с воспалительным процессом и температурой под сон. Но, пожалуй, хватит юмора. К острой шутке это не сведешь. Что же ты, судьба моя, надумала? До чего ты права доведешь? День смеха. Не скажу точно, когда установили этот веселый праздник, будто бы в Древнем Риме. У нас же в честь Гоголя, который родился аккурат 20 марта, 1 апреля, по-новому стилю. А 1 апреля, по-старому, 12-го, по-новому, посетил сей мир Деньян Бедный. Да-да, тот самый, что и сейчас поминается посреди хмельного застолья. Как родная моя мать провожала, тут и вся моя родня набежала. С биографией Деньяна знакомит нас большая российская и краткая литературная энциклопедия, плюс биографический словарь русские писатели, а также замечательный справочник деятелей СССР и революционного движения, что вышел из печати к десятилетию октября, когда Демьян Бедный развенчивал некий слух или некую сплетню, которые слух и сплетня сопровождали его до могилы. А именно, что Демьян Бедный не сын церковного сторожа Алексея Сафроныча Придворова, а незаконный царственный отпрыск дитя поэта К.Р. Константина Константиновича Романова, президента Академии наук, инспектора попечителя военно-учебных заведений. Основание. Первое. Уроженец деревни Губовка Херсонской губернии, бывшего военного поселения, куда К.Р. будто бы наведывался. Второе. Паспортная фамилия Придворов намекает на происхождение, не прикрыт ли августейший грех каким-либо придворным лакеем. Третье. Когда будущий поэт обретался в военно-фельдшерской школе, К.Р. покровительствовал ему, разрешил в порядке исключения закончить гимназию и поступить в университет. Четвертое. Юный Ефим Придворов восхищался монархией и монархом. Звучимая лира я песню слагаю апостолу мира царю Николаю. Пятое. В годы мировой войны быстро выслужил Георгиевскую медаль и занимал крупный тыловой пост. Освободил от призыва некоторых партийных товарищей, устроил на оборонное предприятие. Принадлежал ли действительно демьян бедный к императорской фамилии нас по правде не занимает. Надеемся, что нет, не принадлежал. Сам поэт положил много сил, разоблачая царственную легенду. Вот как открывается его биография в деятелях СССР. Вряд ли кому-либо из наших писателей выпала доля более страшная, чем детство Д.Б. Теснейшим образом связан он с людьми, носившими все знаки уголовщины и каторги. Ужасающая жестокость и грубость окружали Д.Б. Иными словами, между К.Р. и Д.Б. пропасть. Откуда взяться царственному родителю в нашем простом быту? И дальше с большими подробностями расписывает поэт собственную мамашу. Мол, посудите сами, кто ж постится. Опять-таки перелагаю по пунктам сохраняя стиль подлинника. Первое. Женщина исключительно красивая, крутая, жестокая и распутная. Глубоко презирала мужа, что был значительно старше и жил в городе. Всю свою тяжелую ненависть вымещала на сыне, которого родила в 17 лет. Пинками, побоями, бранью, внушила мальчику ужасающий страх, превратившийся постепенно в непреодолимое отвращение к матери. Второе. Был праздник, жара, духота. По обыкновению избитый и зареванный Ефимка плелся за матерью, вошли в лавочку. Проснувшись за кутки, мальчик стал невольным свидетелем бесстыдной сцены. Прямо на мешках, на глазах потрясенного ребенка Ефимка заплакал, а мать всю дорогу лупила его палкой. Третье. Мать поэта звалась Катей, Екатерина и Кузьминишина. Вследствие постоянных побоев или другого извращения природы, кроме Ефима детей не имела и слыла большой мастерицей, сейчас бы сказали, не подзалететь. Деревенские осаждали ее. Катерина Кузьминишина тонко поддерживала обман, давала разные снадобья, поила настоем из пороха с луком. Девки исправно глотали, а в положенный срок исправно рожали. Тут привлекался Ефимка. В качестве громотея строчил лаконичную записку «Крещеное имя Мария пресем рубль серебром». И тайный плод любви несчастной препровождался в приют. Парни, прижавшие Ефимку в тёмном углу допытывались «Ах, Адыла прыська до твоей маты, кожи!» Но мальчик крепко хранил девичьи тайны, а мать по-прежнему предавалась разврату. Четвёртый. Будущий поэт умирает. Мать простоволосая, пьяная, шьёт смертную рубашку и орёт во всё горло кабацкие песни. Хлобищенский сторож, собутыльники близкий друг матери, склонился над мальчиком «А дэш тебе эфимаша пахаваты, а бля бабуси, там мята дюжигарна». Очнулся от страшных криков. Темно. Пьяная мать визжит под сапогами отца. Он отмахал двадцать верст и закосы приволок с гульбища свою благоверную. Пятое. Когда Д.Б. уезжал в столицу, увидал на вокзале растрёпанную бабу, не совсем трезвую, грозя кулаком, она дико вопила «А щёп то бенедуиха ты!» Вдруг, как снег на голову, нагрянула в Петербург. И ов былы! Кого? Батька! И, путаясь, рассказала, что на базаре в отхожем месте нашли отца. На пальце серебряный перстень Алексей Придворов. Убийцу не обнаружили. Шестое. В годы советской власти Екатерина Кузьминишна навещала сына в Кремле, получала деньги, подарки, но, покидая гостеприимную семью, непременно по мелочи подворовывала. А после на барахолке расхваливала товар. Ось шапка Демьяна бедного за три карбонца. Покойного мужа ругала со злобою. Лишь на смертном одре покаялась, что убила. Зато будто бы, что хотел продать дом в деревне, а поила отравленной водкой. Двое любовников обмотали шею тонкой бечевкой, удавили и бросили в нужник. Перстень почему-то не сняли. Краткие выводы. Грязная, пьяная, распутная, подлая, истязательница, воровка, убийца, ну, попросту крик души. Верьте мне, люди, моя мать гулящая, а не любовница. Константина Романова. Бедный был удостоен высоких наград, провозглашен классиком, но похоронен на Новодевичьем, не в Кремлёвской стене, потому что в 1938 году расстался таки с Красной книжицы. Умер беспартийным, хотя и в Барвихе, в правительственном санатории. В Красной армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся. продолжение в тот же день. Как Демьян бедный боялся Ленина, рассказывает Валентин Петрович Катаев. После революции советское правительство обосновалось в Кремле. И первое было дело отопления. Когда печники пришли к бедному, он угостил их. Далее посредством Катаева передаём слово Демьян. Вдруг телефон батюшки Ленин. И голос такой грозный. Ну, думаю, будет баня. Но за что? Вроде бы никаких прегрешений. Совесть чиста, а всё-таки страшна. Разве Ленин бывал страшным? Спрашивает Катаев. Ого! Отвечает Демьян. Коли что не так, лучше не попадайся. Шутить не любил. Глаза холодные, неумолимые. Вы сильно его боялись? Я один. Все боялись. Прямо скажу. Не было человека, который бы не боялся. Пощады не жди. И что же вам сообщил Ленин? Слушайте, говорит, Демьян, вы что себе позволяете? Эти слова сопровождают Катаев ехидной ремаркой насчет родного грассирующего голоса. А в реплике ни единого р. Не верите? Перечитайте. Слушайте, Демьян, вы что себе позволяете? А что я себе позволяю? Владимир Ильич, а у самого извините, ноги трясутся. Вот ты не знаете. Надя, слышишь, он, оказывается, ничего не подозревает. Вы дали печникам два стакана остродефицитного медицинского спирта. И они отремонтировали печку быстро и качественно. А мы с Надеждой Константиновной оба не пьющие. Спиртного не держим, как некоторые народные баснописцы. И вот, изволите верить, мастера не желают работать. Что же нам замерзать прикажете? Демьян изобразил ужас. на толстом лице и схватился за голову, как медведь, у которого болят зубы. Кстати, Демьян, голос Ленина сделался металлическим. Откуда у вас спирт? Помилуйте, Владимир Ильич, по рецепту из аптеки для растирания? Вот я вам пропишу такое растирание, что не поздоровится. Вы у меня народ не спаиваете. Последнюю фразу написал Катаев для нас с вами, чтобы мы набрали её курсивом или выделили хотя бы местоимение. Вы у меня народ не спаиваете. Владимир Ильич Ленин родился 10 22 апреля 1870 года. А Валентин Петрович Катаев покинул нас 12 апреля 1986 и вот что напечатал при советской власти едва ли не столетию вождя, как Демьян бедный развеселил Ленина. Во время гражданской войны где-то на узловой станции посреди ночи в салон вагон к Демьяну пожаловали чекисты. Не сумеет ли товарищ поэт опознать Пуришкевича? Не перечислит ли особые приметы? С величайшим наслаждением. Во-первых, голова редькой лысая, абсолютно, как колено. Затем аккуратная бархатная бородка котлеткой. В-третьих, дымчатая модная пенсне на прямом носу. Ну и так далее. Отсылаем вас к сборнику «Политические деятели России» в 1917 году. Там же и портрет Владимира Митрофановича Пуришкевича, которого доблестные чекисты усердно ловили. Приводят меня, рассказывает Демьян, в какой-то жуткий клоповник. И что же я вижу? Ровным счетом 18, 18, 18, насмерть перепуганных, абсолютно лысых интеллигентов, которых снимали со всех проходящих поездов в надежде заполучить Пуришкевича. Какое замечательное зрелище! А? Когда об этом узнал Ленин, то сначала обомлел, замахал руками, даже рассерделся, Демьян говорит, вы просто безбожно фантазируете. Ей-богу, Владимир Ильич, провалиться на месте, ежели лгу, спросите Феликса Эдмундовича. Но Ленин не стал консультироваться с Дзержинским, а засмеялся. Сперва тихонько, как бы похмыкивая, а потом все сильнее и сильнее. Нет, это черт знает что. Надя, слышишь, вместо Пуришкевича посадили в холодную восемнадцать плешивых. Ты только вообрази! Он хохотал от души, громко, по-детски звонко и заразительно. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. И, закинув голову, время от времени вытирал платком обширную лысину и мокрые от слез глаза, в которых то и дело вспыхивали золотые искры. Бодрый был человек Владимир Ильич. Продолжение на прогулке. В апреле 1886 года Лев Николаевич Толстой шел пешком из Москвы в Ясную поляну. Мы ночевали у 95-летнего солдата, рассказывает Толстой. Старик служил при Александре Первом и Николаев. Что умереть хочешь? Умереть? Еще как хочу. Прежде боялся, а теперь об одном прошу, только покаяться, а то грехов много. Какие же грехи? Как какие? Ведь я когда служил? Тогда что было? Тогда на 50 палок и порток не снимали, а 150 200 300 насмерть запарывали. А уж палками недели не проходило, чтобы не забивали. У нас солдаты прозвали царя Палкиным. Николай Павлович, а они Николай Палкин. Так и пошло ему прозвище. Говорил с отвращением и с ужасом и не без гордости о прежнем молодечестве. Тебе всыплют 150 палок за солдата, а ты ему 200. У тебя не заживет, а ты его мучаешь. Дело подначальное. Прикладом или кулаком свистнешь в какое место нужное, в грудь или в голову, он и помрет. И никакого взыску не было. А тогда разве понимал? Только об себе думаешь. Как вспомнишь, что сам терпел, дать тебя терпели, так и аду не надо, хуже аду всякого. Я спросил его о гонянии сквозь строй. Он отвечал подробно, как гонит человека, привязанного к ружьям, между поставленными улицей солдатами, как все бьют, а позади ходят офицеры и покрикивают, бей больней, прокричал старик начальническим голосом, не без удовольствия, передавая этот молодеческий начальнический тон. Он рассказывал без всякого раскаяния, как рассказывал бы о том, как бьют быков и свежуют говядину, как тянется и падает человек, как сначала видны кровавые рубцы, как они перекрещиваются, как понемногу рубцы сливаются, выступает и брыжет кровь, клочьями летит окровавленное мясо, оголяются кости, как сначала еще кричит несчастный, и как потом только глухо стонет с каждым шагом, и как затихает, и как они просят смерти, но им не дают ее сразу, а вылечивают и бьют другой, иногда третий раз, как человек живет и лечится в госпитале, его ведут второй или третий раз, и тогда уже добивают. Он рассказывал все это, и когда я старался вызвать его раскаяние, то сначала старик удивился, а потом как будто испугался. Нет, говорит, это что ж, это по суду, в этом разве я причинен, это по суду, по закону, и рассказал об убитых детях, о смерти, голодом и холодом пленных, об убийстве штыком мальчика-поляка, прижавшегося к дереву. И когда я спросил, не мучает ли его совесть, он уже совсем не понял меня. Это на войне по закону за Отечество. Что было бы с этим стариком, если бы понял, что не должен бить и убивать, и что закона о том, чтобы бить и убивать никогда не было и быть не могло. Страшно подумать, что представлялось бы ему в бессонные ночи на печке. Мучения были бы ужасны. Так зачем же мучить его? Зачем мучить совесть умирающего старика? Лучше успокоить ее. Зачем раздражать народ, вспоминать то, что прошло? Прошло? Что прошло? изменило форму, а не прошло? Если мы прямо поглядим на прошедшее, нам откроется наше настоящее. Если мы только перестанем слепить себя выдуманными государственными пользами, нам все станет ясно, если мы назовем настоящим именем кресты, пытки, лахи, клейма, рекрутские наборы, мы найдем настоящее имя для тюрем, войск со всеобщей воинской повинностью прокуроров, зачем вспоминать, зачем раздражать народ, так же говорили при Николае про Александра, при Александра про павловские дела, при Павле про Екатерину, при Екатерине, про Петра. Во всякое прошедшее время было то, что люди последующего времени вспоминали не только с ужасом, но и с недоумением. Что было в душе? в душе того человека, который вставал с постели, умывшись, одевшись, шел выворачивать суставы и проводил за этим звонятием свои обычные пять часов. и возвращался в семью спокойно, садился за обед. Ведь все это было и при Петре, и при Екатерине, и при Александре, и при Николае. Не было времени, когда этого не было. Не неужели наше время такое особенное Кесарю Кесарева пускай бы Палкин засекал народ, пускай бы иные злодеи вешали бы сотни, только делали бы это сами. Не обманывали никого, не заставляли бы народ участвовать в этом, как старого солдата. Нужны Кесарю мои деньги? Бери. Мой дом, мои труды бери. Мою жену, моих детей, мою жизнь бери. Но нужно Кесарю, чтобы я поднял и опустил пруд, чтобы я держал человека, пока его будут бить, чтобы я запер дверь тюрьмы за человеком, чтобы я отнял у человека его корову, его хлеб, чтобы я написал бумагу, по которой запрут человека или отнимут то, что ему дорого. всего этого я не могу. Идти через строй, идти в тюрьму на смерть, отдавать, подать и Кесарю, все это я могу, но бить в строю, сажать в тюрьму, водить на смерть, собирать подати, всего этого я не могу. Не могу. Льву Николаевичу Толстому было в то время 58 лет. Путь в 200 верст. Прошел он пешком и лишь однажды подъехал на попутной телеге. Продолжение с переходящей датой. Первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Канадский гражданин с фамилией Тихонов или же Тимофеев приводит историю чудесного своего спасения в далеком году. Он жил тогда по ту сторону океана, на прежней исконной родине и к нему постучали. Я вычитал в забытой газете, что население Земли обновляется каждую пятилетку на 10%. Что на свете обитает столько-то миллионов стариков в возрасте до 80 и еще столько-то, которым за 80. Сложив и поделив без мотивов и объяснений получим последние тысячи, что с чувством и выражением прошамкают, отобьют. Н, придете с нами. Тихонов Тимофеев покорно накинул пиджак. Но вдруг зачем-то? Ну, не было никакой надобности. По совершенно неизвестной причине залез для чего-то во внутренний карман. А там лежала зашитая еще мамой ладанка или иконка. И вот ТТ нащупал ее пальцами сквозь подплатку и неожиданно осмелел. Предъявите, пожалуйста, ордер. Те показали. Помилуйте. ТТ говорит. Здесь у вас Тихонов, а я Тимофеев. Или напротив извините. ТТ поклонился. Простите великодушно. Только у вас Тимофеев, а я Тихонов. «Ну и что же?» спрашивает мой сын. «Появили куда следует, разобрались и отпустили бы». в ночь длинных ножей 30 июня 1934 года, когда Гитлер расправлялся со своими соратниками, был арестован в Берлине некто Наймюллер. Вскоре выяснилось, что он просто однофамилец. Непричастность его подтвердилась и на суде. Тем более, думаю, поймали истинного Наймюллера. Ложного, тем не менее, препроводили в кутузку и держали до самой войны, пока не ухлопали. То ли по приговору, то ли в концлагере. Ну и что? спрашивает мой сын. Как же ты кончишь эту историю? А вот как? Возьму Новый Завет Ветхого не имею и раскрою, где раскроется и прочитаю, что прочитается в тот же первый день вечером, когда двери дома, где собирались ученики его были заперты. Пришел Иисус, встал посреди и говорит, мир вам, здравствуйте, до свидания, любознательные зрители живого телевидения. Благодарю Благодарю за внимание, до новых встреч. На белом свете небо синее, весной зеленая трава, мою страну зовут Россию, моя кружится голова. м м отжиз м огромного ライ